Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и сегодня я расскажу вам, друзья, какие моды у меня установлены. Сразу отмечу, я не буду их нигде выкладывать. Для того, чтобы скачать мод, который вам, не знаю, понравится из этого видео, вы подумаете, что он вам нужен или еще что-то, снизу вот таким вот образом будет название этого мода, которое легко вбивается в гугли и качается. Не делаю это я по двум причинам. Во-первых, мне тяжело из вот этого вот всего пака модов, который у меня есть, выбрать файлы тех, которые, ну скажем так, актуальны, потому что папка на самом деле больше, чем то, что у меня используется. Во-вторых, эти моды периодически обновляются. Если я их сейчас выложу, то вы будете качать тогда старые версии, я не знаю, может кто-то через полгода посмотрит это видео. В общем-то, ну вы поняли. Плюс половина модов, которые у меня установлены, не я лично их собирал, не я их качал, мне их скидывали товарищи, и может быть оттуда что-то приватное, и его на самом деле нельзя выкладывать в интернет, со мной просто поделились по дружбе, там еще как-то. Такое тоже может быть, поэтому я, чтобы не подставлять людей, я просто пишу название мода и все. Кому что надо, тот качает. Так что, в общем-то, ребята, поехали по списку, как они у меня в игре идут. Первый по списку у нас идет Экпалет. Вот так вот он выглядит, соответственно, он позволяет загружать в себя автоматически, в принципе, яйца, которые будут давать нам наши курочки, для того, чтобы их в коробках по отдельности не возить. В общем-то, немножко облегчает нам жизнь. Я не любитель разводить курей, но этот мод все равно должен быть обязательно у каждого. Следующий мод называется Бредл К165XXL. На самом деле, он у меня больше, конечно, для тестов здесь, для такого угара. Я сомневаюсь, что я буду им прям пользоваться. Но это, в общем-то, большая удобрялка и разбрасывалка извести. Можно ее еще расширить, поставить разные колесики, 60 кубов, если что. Хотя, возможно, кстати, мы и будем пользоваться, потому что извести уходит много. Ну и, разумеется, 38 метров, если вы понимаете, но это нормально. Стоит она, конечно, немножко денег, 98 косарей, но вещи, я думаю, будут необходимы со временем. Когда будут большие поля, когда надо будет известью их посыпать. Ну и, разумеется, ее еще можно покрасить, насколько я понимаю, да? И сделать стандартно красненькой. Следующий мод называется Браксон Биг Дэдди. Он включает в себя две вот таких вот хреновины. Соответственно, первая хреновина – это такая специальная фреза, которая перерабатывает лиственные деревья в щепу. Цепляется, короче, перед трактором и сильно, очень упрощает жизнь. Кстати, она, да, тоже красится. Можно ее сделать оранжевой, как я люблю. То есть, сзади к трактору цепляете прицепчик, и вся щепа переработанного дерева будет идти именно туда. Вторая хреновина, которая цепляется, я так понимаю, вместе к первой – это выкорчеватель пней. Я, честно говоря, пока его не тестировал и слабо себе представляю, как он тут работает. Но когда будем пилить деревья, посмотрим. Ну, если кому-то интересно, то, в общем-то, можете скачать, попробовать. Следующий мод называется Buy All Fruits Silo. Соответственно, это хреновина, которую можем поставить в любое место на карте. Ну, на ваш участок или, если у вас включены настройки, ставить везде, то везде. Соответственно, ставите его в любое место и можете в трактор загрузить любую культуру. То есть, там, пшеницу, силос, что хотите, травку и так далее. Все здесь можно купить. Я не знаю, буду ли я им пользоваться, но на всякий случай я его поставил. Следующий мод называется Follow Me. Я думаю, много слов о нем говорить не стоит. Залазите, в общем-то, в трактор, подгоняете его к другому трактору, запускаете этот мод и он будет ехать за ведущим каким-либо транспортным средством. В общем-то, полезно для того, чтобы перегонять технику, чтобы в несколько единиц, если вам надо, допустим, из магазина на базу или на какое-либо поле, чтобы по 500 раз не ездить. Следующий мод называется Game Extension. Он у нас стоял в 17-й ферме и есть он у нас и в этой игре. Тут не все функции доступны, которые были раньше. Отображать кнопку в меню помощи, это просто будет ли вот здесь вот написано вот сверху. Вот эта надпись «Открыть меню Game Extension Left Alt Q» она называется. Соответственно, круиз-контроль мышкой, можно ли им управлять скоростью. Шаг круиз-контроля, если кому-то надо. И точка по центру, кого она бесит, там кто-то спрашивал по этому поводу. Вот в этом моде она отключается. Здесь можно кликнуть настройки сервера и здесь мы можем выключить переключение по технике, по табу, но это в мультиплеере в принципе актуально. Мне иногда хочется запретить в мультиплеере, чтобы люди не прыгали по технике и не могли технику бросать в поле, потому что надо из нее выйти и идти далеко. То есть взял трактор на базе, перегнал его на базу, сел в другой. Соответственно, также здесь регулируется сила игрока. Сила подъема можно поставить ее вообще безграничной, тогда можно даже трактора будет переключать. И расстояние захвата это, ну, расстояние захвата. Следующий мод называется «Fuel Tank 5000 литров». По сути дела, Placeable заправочная станция. Туда сгружаем топливо, загружаемся, заправляемся им потом и, в общем-то, все просто. Следующий мод называется «Global Company». По сути дела, это скрипт, к которому привязаны все производства. Встроенные на карту привязаны именно к нему, поэтому на свапе, для того, чтобы играть, он нужен обязательно. Соответственно, здесь мы можем посмотреть информацию по всем производствам. Можно запускать производство оттуда, можно контролировать, что куда как надо возить. Плюс также есть здесь некоторые настройки карты. В частности, первое «Activate Extended Placeable». Позволяет ставить что угодно, куда угодно. То есть, меня спрашивали, как я на некупленный участок поставил, пополнялку сейлки, допустим. Вот с помощью вот этой хреновины я это сделал. «Show Object Info» — это «Показывать информацию об объекте». Я так понимаю, когда вам подходим к поддонам, то можем посмотреть, что это и как это. «Horse Helper» — это, соответственно, «Аптовыгул лошадей». Стоит 300 долларов в день за лошадку, насколько я понимаю. «Activate More Trees» — это «Больше деревьев можно посадить на карте». И «Activate Cut Bales» — «Активировать резку тюков». То бишь, у нас есть тюк с силосом, который закрыт пленкой. Мы можем его разрезать, и этот силос выспится нахрен оттуда. Ну или же просто тюки станут просто кучкой. Там сена, соломы, травы. Кто-то мне говорил, что на свапе этим пользоваться не рекомендуется. Все багается нахрен. Мне, в принципе, эта функция не интересна, поэтому я ее выключил. Следующий мод называется «Holmer Pack». На этой карте присутствуют дополнительные культуры, такие как лук и морковь. Пока что на данный момент, может быть, это изменится, но техника для уборки моркови и лука переделана из картофелеуборочной хреновины. И мне она не нравится. У нее очень маленький бункер, и вообще с кроссплеем она работает плохо. Поэтому на всякий случай, я, честно говоря, не нашел, в какой группе это все дело находится, но здесь есть переделанная свеклоуборочная техника, которая позволяет убирать лук, морковь, капуста еще, если на какой-то карте она у вас есть. Соответственно, даже картошку можно этим делом убирать. В общем-то, цепанув это все дело к свеклоуборочной машине. Я, правда, не знаю, насколько хорошо это все дело будет работать, с учетом того, что сама свеклоуборочная машина не позволяет собирать лук, морковь, картофель. В общем-то, мы это как-нибудь там проверим. А, тут есть модовая, да, с большим бункером. Замечательно. Можно даже сахарной тростники ее убирать, если кто-то хочет заморочиться. Так что это сильно облегчит нам жизнь. Весь прикол в том, что я не могу ее найти, если вот просто в транспорте ее искать, потому что свеклоуборочной техники этого всего нету, картофелеуборочной техники нету, техники для сбора тростника ее тоже нету, и здесь, соответственно, тоже... А, она в разном находится. Все, ребята, она находится в разном в инструментах, если что. Следующий мод называется Hood Hide. Что он делает? Он убирает худы просто. Все вот это вот дело. Мини-карту, время, спидометр, если там он включен, если мы в технике находимся. В общем-то, вам он вряд ли понадобится. Мне он нужен, и раз он у меня стоит, то я об нем тоже сказал. Следующий мод называется Cron Real Weight. Это вот такая вот хреновина, которая находится в группе противовеса, цепляется сзади любого комбайна, служит противовесом, и еще сзади есть фаркоп. Я так понимаю, он с приводом, то есть можно к комбайну подцепить, задеть, например, тюковщик, или фуражный прицеп с подборщиком, или еще какую-нибудь приблуду. Честно, пока не знаю, работает он со всеми комбайнами, или только там с кронами определенными, с сенокосилкой, например. Ну, в общем-то, такое есть, мне вот скинули, поделились. Далее у нас идет мод, который называется Lime Station. Обычная станция погрузки извести, которую можно поставить в любое место на карте, и работает она, как обычная погрузка извести. Станция погрузки извести. Ввиду того, что на этой карте известь можно производить, а станции стоковой нету, то, в общем-то, она мне нужна. Потому что покупать в поддонах извести, это, ну, я, конечно, извращенец, но не настолько. Следующий мод называется, рулетка, я не знаю, как, честно говоря, по-английски правильно читается это слово, поэтому, чтобы не выглядеть глупо, я не буду его читать. Соответственно, обычная рулетка вызывается кнопкой Alt и кнопка мыши, правая кнопка мыши. Соответственно, можем вот так вот идти, и у нас покажется 10 метров. Нужен он для того, чтобы, я не знаю, вы повалили дерево, вот отсюда оно начинается, и вам нужно напилить 10-метровые какие-то куски. Соответственно, 10 метров отмерили и отпилили где надо. Следующий мод называется Million Machine. Это фреза, которую мы все видели и в 17-й ферме, во всех моих прохождениях. Я активно ей пользуюсь. Нужна для того, чтобы подбирать с земли то, что на ней лежит. Работает с абсолютно всеми культурами. Засыпает в ближайший прицеп. Красится, стоит копейки. В общем-то, must have. Следующий мод называется More Animal Husbander is Possible. И в скобках написано 32. Я, честно говоря, ни разу им не пользовался, то есть мне не приходилось. Насколько я понимаю, количество загонов для животных на карте, которые можно поставить, ограничено. Он, соответственно, убирает это все дело или увеличивает до 32. Я, честно, вот не знаю. Не приходилось еще как-то им пользоваться, так что вот он спасал. Но на всякий случай я его подключил, он, в общем-то, у нас есть. Следующий мод называется Multiple Missions. И он позволяет одновременно брать несколько контрактов. У меня сейчас активен вот один, который мы на стриме не закончили. Соответственно, можно взять их хоть все сразу и одновременно выполнять. Например, вот контракт есть на хлопочек. Давайте вот его как раз примем. И вот у нас два активно. Да, небольшой спойлер, чем мы будем заниматься в следующей серии. Ну да ладно. Следующий мод называется Curse Play. Curse Play 6, я бы даже сказал. Соответственно, ничего про него вообще говорить не буду. Есть ролик даже с обучалкой. Думаю, все знают, что это такое. На данный момент у меня версия стоит 293. Когда я ее обновлю, не знаю. Когда понадобится, когда выйдет что-то более-менее точно работающее, исправленное. В общем-то, как-то так. Далее идет мод, который называется Dash Time. И, соответственно, по нажатию кнопочки мы можем вот так вот быстро мотать время. Время ускоряется сразу в 12 тысяч раз. Короче, быстрая перемотка времени. Кнопкой 0 вызывается, если что. Далее идет обязательный мод Disable Vehicle Camera Collision. Он, соответственно, убирает коллизию. И можно вот так вот смотреть. И расстояние до транспортного средства всегда будет одинаковым. То есть, если этого мода нету, то он, соответственно, вот с такого расстояния вы вот так вот прокручиваете. И он возьмет и резко здесь вот так вот приблизит, чтобы стенкам не мешало. Потом резко отдалит. Я, в общем-то, к нему привык. И меня бесит, когда его нету. Далее идет мод, который называется Enhanced Vehicle. Боже мой, простите за мой английский. Соответственно, он добавляет информацию, которая у нас справа на ходе дополнительная появилась. То бишь, если мы заводим трактор, мы видим тахометр 849 оборотов в минуту. Двигатель делает. Видим температуру. Я не знаю, на что она влияет. Видим снизу массу. Причем 7,2 тонны это масса трактора. Total 15,8. Это еще прицеп у нас только весит. Соответственно, если в нем что-то будет, это тоже будет туда плюсоваться. Плюс справа у нас нарисована такая машинка. Мы можем блокировать дифференциальчики, например, там полный привод, все дела. Ну и сверху дополнительная информация о расход топлива, количество в баке этого самого топлива. Синеньким выделено. Это там какая-то еще дополнительная смазка. Она, в общем-то, заправляется на заправке и вместе с топливом тоже может закончиться. Начинает тратиться на ближе к половине опустошения бака. Ну а слева написано состояние ПТО отдельно для трактора и отдельно для того, что мы к нему цепляем. В общем-то, как по мне, очень полезная инфа. Следующий мод называется Field Type Mass Adjustments. Что-то там реалистик, вейт, бла-бла-бла. Это мод на реальный вес и с ним, как по мне, играть немножко интереснее. Далее у нас идет мод Jimpo SG Series. Три плуга. В общем-то, как по мне, они удобнее, чем эти плуги. Я их, честно говоря, на автомате. Они мне показались очень нужными после 17-й фермы. Здесь же у нас есть вот эти вот чизель-культиваторы, которые, в принципе, работают вместо плуга. Причем есть тут и побольше какой-то, и потом сразу с удобрялкой идет. В общем-то, есть тут чем заменить, но я к ним привык, они мне нравятся. Далее у нас идет прицепчик Kegel 51FT Auto Loader. Он называется. Это вот такой вот прицепчик, который с функцией автопогрузки. В общем-то, из роутера инпака здесь нету прицепов, поэтому пришлось поставить такой. Он с автозагрузкой, поддоны, тюки. Горят даже хлопок. В принципе, три тюка хлопка можно на него запендюрить. С автопогрузкой. Нам это очень надо. Следующий мод у нас называется Кронбиг М500ВЕ. Не знаю почему. Соответственно, вот такая вот самоходная сенокосилка. Сзади есть фаркоп, так что можно цепануть сюда сразу тюковщика какого-нибудь. Ширина большая, 13,5 метров. Она вроде как красится тут. Нет, она не вся красится, да? Ну, в 17 ферме она красилась там вообще как угодно. Вариантов было очень много. И колес миллион и так далее. В общем-то, как по мне, штука прикольная. Она, по сути дела, вообще перекочевала к нам из 17 фермы. Следующий мод называется Плеер Спид. Ну и, соответственно, он меняет скорость игрока кнопочками В и Б. Латинскими, разумеется, можно замедлиться или можно очень сильно разогнаться. В общем-то, для перемещений по карте как по мне, очень нужная хреновина. Далее у нас идет мод Плейсабл Рефил Танкс, который включает в себя 4 статичных объектах, пополнялка семян, удобрений, жидких удобрений и гербицидов. Ставится в любое место на карте, как и, не знаю, станция погрузка извести, допустим, и по курс-плею она замечательно пополняется. Пока у нас не производится ничего своего, соответственно, вещь очень необходимая. Потому что, опять-таки, покупать семена в поддонах, ну это, ну такое себе. Особенно, если играешь с курс-плеем. Следующий мод называется Real Dirt Color. Он, соответственно, меняет цвет грязи на колесах. Я, в принципе, показывал в ролике о модах к нашему самому первому прохождению по 19-й ферме, на котором там, правда, всего 2 серии было. Но если я не забуду добавить, то вот сверху появилась ссылочка на этот ролик. Там, кстати, половина этих модов есть, даже больше. Там я показываю, как это работает, но если вам впадлу смотреть, то просто красивый цвет грязи. То есть, если вы проедетесь по поле посыпанному известью, у вас колеса будут белые, потом по травке они очистятся, по вспаханному полю они будут грязные. Работает это все отдельно на каждое колесо. Короче, выглядит красиво, реалистично и, как по мне, очень приятно за таким наблюдать. Следующий мод называется Vehicle Inspector. Это, в принципе, аналог гланса на 17-й ферме. В левом углу мы видим информацию от 0 км в час, какие-то дилей, что за транспортное средство. Соответственно, когда кто-то работает, курс-плей, мы можем наблюдать, сколько там, не знаю, у комбайна, например, зерна собралось. Точнее, ну да, это получается зерно. В общем-то, за всей этой информацией можно следить здесь. Ну и последний мод, это у нас прицеп ПТС-12. Он так и называется. Это фуражный прицеп на 92 куба с функцией подбора травы и всего такого, хотя он на самом деле не предназначается. Это уже так люди добрые сделали. То есть в реальной жизни этот прицеп без подборщика идет. Ну, в общем-то, в 17-й ферме на карьере мы им пользовались. И не на карьере, а в карьере, да, которая у нас была. И это, в общем-то, мастхэвный такой фуражный прицепчик. Плюс он, кстати, широко собирает. Там 10 метров у него поле сбора по ширине. Так что он соберет все. В общем-то, друзья, на этом у нас все. Еще раз говорю, в гугле все эти моды замечательно находятся. Выкладывать я их никуда не буду, потому что они обновляются. Может быть, что-то из этого приватное, может быть, еще что-то. В любом случае, ответ на вопрос я дал, что за моды у меня установлены. Да, этот список еще будет пополняться со временем, но в каждой серии, если новый мод появляется, я об этом буду говорить. На этом, друзья, у нас все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии. Подключайтесь к нашему каналу в Дискорде. Пообщаемся. Все дела. Плюс там у нас идет кооперативчик по 17-й ферме, довольно-таки интересный. Кому видео помогло в чем-то или оказалось полезным, ставьте лосики или просто так ставьте лосики. Мне будет приятно. Пишите свои комментарии. Можете, в принципе, предлагать мне другие моды. Если они действительно полезные, то я о них не знаю. Я же не обо всем знаю. То, в общем-то, можете мне все это дело предлагать. Я с удовольствием все посмотрю, почитаю. Как-то так. Спасибо, в общем-то, всем за внимание. С вами был Никита Дилой. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok